Июньский день 61-го, рубеж для советского балета. Балет из верноподданного и консервативного искусства превращается в оппонента и скрытого диссидента. Поступок Нуриева в аэропорту Лебурже служит примером для других артистов. Власть заворачивает гайки. Никакого вольномыслия и свободы. Балетные эксперименты эпохи Оттепели долой. Хореографы-новаторы не нужны. Яркий пример тому судьба ленинградского балетмейстера Леонида Якобсона. Которого назвали хореографом от Бога. Он был весь в поисках какой-то своей формы. Он был такой пигмалион, который мог взять просто ничего из себя не представляющего танцовщика и вылепить из него такое чудо, которое выдающийся танцовщик повторить не мог. Вот он был тот воятель. Второго такого я не могу назвать, хотя есть выдающиеся, великие и замечательные хореографы. Но вот Якобсон отличался вот именно этим. Что он умел лепить, умел ваять, умел создавать только так, как он видит и так, как он хочет. И сколько бы ты ему не говорил поначалу, что ну не выйдет это, Леонид Ильинич, ну не получится это. Он говорил молчать, все получится. И таки получалось. Леонид Ильинич Кобсон гений мирового уровня. В одном ряду с Роланом Пяти, Джорджем Баланчиным и Марисом Бежаром. Но ему категорически не дают работать. Исключаются из репертуара уже готовые спектакли. Обвиняют в самом страшном. В формализме. Как всегда прикрываются мнением простой публики. Мол нам, советскому зрителю, такой балет не нужен. Если говорить о Якобсоне, того периода он был совершенно неповторимым. Он ни на кого не был похож, потому что он пробовал все время. У него был потрясающий гротеск. Клоп, 12. Но он выводил на сцену таких героев, которые вообще никак неуместно казалось бы в балете. Например, Маяковский. Он хотел Ленина вывести на сцену. Но это просто было совершенно непредсказуемо, все, что он делал. И Кобсон был и в масштабном исполнительстве силен, и в миниатюрах. Совершенно божественные миниатюры. Одна не похожа на другого. Вся творческая судьба Якобсона – унизительное хождение по инстанциям. Незадолго до смерти ему удается добиться открытия в Ленинграде своего театра – хореографические миниатюры. Все, созданное этим гениальным мастером, можно причислить к шедеврам балетного искусства. Настолько поражает острая мысль, смелость решений, безграничная изобретательность пластики. В жанре миниатюры ему не было равных. Пластик существует много веков. Пластик – как непонятно. Искусство хореографии и искусство пластики, в частности, близкое к скульптуре. И хореография может быть идти на целом. Я его начал фотографировать с 70-го года, как только поступил в театр хореографической миниатюры. Из отснятого материала мне захотелось в одном кадре создать мини-спектакль, в котором можно было бы одновременно увидеть сюжетную линию, увидеть характер персонажа, увидеть достоинство исполнителя, время, когда это было снято. Из этих отдельных кадров, снятых в разное время, Владимир Зинзинов и создал свой фототеатр. Эти любительские, часто неподготовленные, неподсвеченные съемки зафиксировали гениального балетмейстера в процессе работы, в те моменты, когда он находился на сцене, репетировал, размышлял. Увидев его потрясающее лицо, увидев то, что он делает, как он сочиняет хореографию, и результат, как он сочинял скульптуру Родена. Редактор субтитров А.Семкин Ему доставляло удовольствие импровизировать каждый раз по-новому. Свадебный кортеж ставился очень легко, быстро, с шутками, прибаутками. Я участник постановки, на меня ставили конкретного персонажа, вот он здесь внизу. Это Рэбби, еврейский священник. Якобсон обожал Шагала, и свадебный кортеж был его любимым детищем. И это глубокое понимание художника мы видим в пластике балетмейстера. Как он близок к полетности изображения шагаловских картей. Эти летающие невесты, этот гротеск, очень трогательный, щемящий, с любовью в сердце и с болью, раной в душе. А вот дальнейшая его судьба была очень трагическая. После одного просмотра, второго просмотра, третьего, перед самой премьерой он был не рекомендован к показу. ПЕСНЯ 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 Он был участником одной из самых удивительных историй 20 века. В это трудно поверить, но это чистая правда. С 1918 по 1920 год по воле обстоятельств Икапсон совершил кругосветное путешествие. Американский Красный Крест, который с 1918 по 1922 год из Петрограда вывозил колонию детей. Их было около тысячи. Четыре эшелона вывозилось на Урал, чтобы дети подкормились. Началась гражданская война. Дети оказались между двух сторон. Среди этих полуголодных детей был и Леонид Икапсон с двумя младшими братьями. Семья была бедная, у него еще две сестренки были. И поэтому мама, чтобы детей прокормить, отправила в эту колонию. Увезли их во Владивосток, там они жили на острове Русском. После чего их погрузили в японскую зафрактованную баржу угольную и перевезли в Америку. Из Америки они через Панамский канал переплыли в Европу, во Францию. Из Франции в Финляндию. А в Хельсинки там американский Красный Крест выяснял в Петрограде, чьи родители детей остались в живых здесь и готовы принять их обратно. В 1974 году в Ленинград приехал один из участников Красного Креста Пол Бартер. И Икапсон пригласил его и наших российских бывших колонистов на свой спектакль. А так как все билеты были проданы, вот он вышел на авансцену, на рампу и вежливо просил. Он говорит, что к нам приехали гости и вот такие-то, такие-то мы просим. Освободите, пожалуйста, первые два ряда. Мы специально в любое время для вас, когда вам будет угодно, вы увидите эту программу. Так оно и произошло. Когда Леонид Икапсон вернулся в Петроград, ему исполнилось 16 лет. И как старший мужчина в семье, он пошел работать разносчиком заказов в Елисеевском магазине. И как-то пробегаясь с заказом по улице Некрасова, он увидел в окне на первом этаже девочек, которые занимались танцами. Где была студия Чикрыгина, балетная студия, частная, педагога из хореографического училища на Зочи в Руси. Чикрыгин заметил, что он способный, у него потрясающая фантазия, координация, энергетика. И он через год рекомендовал на Зочи в Руси в училище, где он был принят на, поскольку он уже перерос, так на вечерние курсы. Какая редкая фотография 1968 года, когда Баланчин приезжал со своей труппой в Ленинград. Две величайшие фигуры 20 века, которые родились в Петербурге почти одновременно. Леонид Икапсон всего на две недели старше Жоржа Баланчина. Когда Баланчин оканчивал Петроградское хореографическое училище, ныне Академию Вагановой, Икапсон только поступил на вечерние балетные курсы. Удивительно, но ведь на выпуске Татьяны Вечеслова танцевалась Икапсоном вальс. Он обожал женскую половину человечества, поэтому он фактически стал хореографом. Если бы он не обожал женщин, он бы не занимался хореографией. Мне повезло, что я станцевала его в спектакле «Спартак». Я танцевала и Фригию, и танцевала и Гину. Он же был мастером лепить, мастером выразительной лепки хореографии. Еще одна встреча Валентины Ганнибаловой с Икапсоном была в 1975 году на съемках советско-американского фильма «Синяя птица». Это был действительно по-настоящему художник. Его хореография – это текст, это слова, это слово. Ты читаешь слово, ты читаешь текст. То, чего сегодня очень редкое явление. Как у него фонтанировали хореографические образы, так у него фонтанировали комплименты. Поэтому балерины, которые с ним работают, которых он сочиняет в процессе хореографии, реализации, они становились его мусами. У Икапсона было свое видение артиста. Он умел вытащить из человека то, что другие могли и не увидеть. Ведь скольких танцовщиков он раскрыл, вселил им веру в себя. У него еще был такой талант показывать Минотавр и Нимфа. Он так вообще шел, что невозможно было не ухватиться за это и не вытащить его то, как он показывал. И стараться быть похожим на него и как-то не повторить хотя бы близко к тому, что он в себе видел там где-то в глубине своих глаз и своей души. Это было не так-то просто. Народной артистке из известного во всем мире Кировского театра перейти в Лен-концерт в труппу Икапсона. Но она пришла за репертуаром и этим продлила свою творческую жизнь. Она стала лучшей в миниатюре Минотавра и Нимфа вместе с Джоном Марковским. Она стала первым номером в полете Тальоне. Это классицизм и романтизм. Икапсон собирался ставить на нее вальсы Равеля, но, к сожалению, не успел. У него была даже такая задумка, когда 12 мужчин носят одну женщину, как продолжение идеи полета Тальоне, где балерина не касается пола, она все время летает в облаках, будто в мечтах романтического юноши. Замечательный портрет, замечательный. Как вы ухватили вот это состояние. Вот такой он приходил на репетицию. Вот такой вот он был. Видите, мне кажется, что даже здесь, на этой фотографии, вот она у меня мурашки, он стоит, вот так вот думает, понимаете. Наверное, все думают, что гениальный балетмейстер, ему все так легко давалось. Видите, сколько там мыслей в голове в этой. И сколько в глазах какого-то сомнений. В общем, мне этот портрет очень дорог. Сколько раз я проклинал себя, что я в этом виде искусства. И не потому только, что оно живет мгновение. Можно здесь себя чувствовать хложником, настоящим. Но как можно рассказать о великом таланте, который был у Капсона? Вот я сейчас вам говорю, а у меня слезы в голосе, потому что это было редкое дарование. Не знаю, повторится ли оно когда-нибудь еще в этом столетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова